Всем привет и спасибо, что снова настроились на мой канал. У меня сегодня очередной выходной, последний, завтра уже на работу. И что было самое ужасное последних несколько дней, у нас изменилась погода и начался дождь. И когда в Великобритании дождь, если вы на моём канале первый раз, то приятно познакомиться. Меня зовут Аня, мне 33 года, я из Латвии, живу в Великобритании последних 13 лет. И мне кажется, это всё, что на данный момент касается меня, нужно знать. И когда у меня, когда у нас здесь в Великобритании дождь, у меня просто когда-то ужасно начинается головная боль. Воскресенье, да, воскресенье, я была на свадьбе, свадьба была в лесу, всё было супер, это была свадьба с работы. Одна из наших девочек выходила замуж, и среди ночи я проснулась с ужасной головной болью. Всё, что я выпила, это только пол бокала просека. У меня вообще, ну как-то вообще не хочется пить, и нет у меня такого желания. И я решила, что просто буду запоминать, что происходит вокруг меня. И мне не нужен алкоголь, чтобы расслабиться. Мне как-то не нравится такое состояние, когда всё плывёт. И я решила, что сделаю тост, и всё, на этом пить не буду. И мне было, честно говоря, ещё по секрету не очень хорошо. У меня начались те самые дни, и я просто не могла встать со стула. Но, по крайней мере, это не моя свадьба. Знаете, если бы это была бы моя свадьба, тогда бы это была проблема. А так как это свадьба подруги, знакомой, коллеги с работы, то главное, чтобы у неё всё было хорошо. И вот посреди ночи я проснулась с этой ужасной головной болью, и несколько дней она меня не покидала. Даже у Зака, моего кота, началась депрессия, потому что он не мог выйти из дома, был дождь. И вот сегодня, наконец-то, солнце, хорошая погода, я делаю стирку. Ну, а сейчас, прежде чем я начну, наконец-то, свой день, я хочу сказать, что мне очень сильно помогло вообще расслабиться, привести себя в чувство, настроить свой эмоциональный лад. Какая-то я лохматая сегодня. Это мои хобби. Во-первых, после такого достаточно долгого перерыва я снова пошла в зал. У меня сейчас приятно побаливает тело, мои мышцы, я два часа занималась просто, ну, с таким удовольствием. На улице дождь такой противный, мокрый, липкий, такая тёплая очень погода. У меня в зале пусто, стоят эти машины, и ты просто механически повторяешь одни и те же движения под свою любимую музыку. О, боже, это такой кайф. Просто тело, ты чувствуешь, как тело тебе благодарна. Так что мне, как я уже говорила несколько раз, не нужна мотивация, чтобы ходить в зал. Это хобби, которое я просто обожаю и не знаю, что бы делать без него. Потом я пришла домой и начала играть на пианино. Я не умею играть на пианино, у меня это всегда чистая импровизация. Я, наверное, у нас в семье такое идёт на генетическом уровне, что... Ай, и так сойдёт. В общем, я себя не утверждала тем, чтобы учить аккорды. Я думала, что для этого нужна зима или осень, когда вообще уже нечем заняться, то можно съесть и учить. Но мне доставляет столько удовольствия, какой-то такой ментальный релакс, когда ты просто импровизируешь и подбираешь мелодию. Мелодия сама приходит. Я сейчас вам продемонстрирую. И потом я села учить итальянский. Да, сейчас я занялась вплотную латышским и итальянским. Я из Латвии, то есть латышский. Мне нужно было учить в школе. У меня не было никогда друзей, которые говорили бы со мной по-латышски. Поэтому у меня не было такого, как сказать, адвантыч. Мне пришлось учить латышский как иностранный язык. И класс у нас был такой очень сумбурный. Очень многие уроки просто заваливали. Учителя выбегали из кабинета в слезах. В общем, только последних, наверное, три года в школе, с 9 по 12 класс, мне удалось выучить латышский. Но мне не с кем было на нем разговаривать. И где-то, наверное, с 19 лет я вообще не говорю на латышском. Но я не разрешала себе его забыть. В итоге я все понимаю, когда читаю и слышу его. Я слушаю подкасты на латышском. Слава богу, сейчас есть такая возможность. Читаю книгу на латышском и журналы в интернете. Слава интернету. Но чтобы что-то сказать, мне нужно вначале перевести это у себя в голове. Ну и грамматика, вот эти вот все гармзимес, удлинение на буквах, которые в никаком другом языке нет. И это все нужно запоминать отдельно. У меня, конечно, ошибки. Поэтому я хочу подтянуть свой латышский. Не зря я его учила усердно, знаете. Вот не хочется просто ни с того ни с сего взять и забыть язык, на который было потрачено столько времени. И скажу, что у меня нет никакого особого таланта к языкам. Мне так же сложно его учить, как и всем. Я не какой-то там лингвист. И акценты у меня проблемы, и слух у меня плохой. Короче, я даже, наверное, не средний, я такой немного нижний. Но, как говорится, нужно, наверное, не талант, нужно просто сила воли, усидчивость. Вот просто делать, и делать, и делать, и делать. И можно свой мозг натренировать. И я думаю, что мы просто сами еще не знаем лимит своего мозга. Не нужно нас самих себя лимитировать. Не нужно нам самим себе говорить, что я не смогу. Ну, потому что тогда мы не сможем. Ну ладно, ладно. Да, мне нужно сказать самой себе, что я смогу накачать этих шесть кубиков. Потому что мне кажется, что у меня есть такой блог. Ну, или, может быть, они мне просто не нужны, если мне уже 33 года, у меня ни разу в жизни их не было. Потом я села за итальянский. Остался у меня еще один такой незаконченный гештальт. Я уже, бог знает, сколько лет учу итальянский язык. Но то учу, то забиваю, то учу, то забиваю. Поэтому я никак не могу его выучить. Я купила несколько себе таких книжонок. Опять же, на сайте Vinted, чтобы, знаете, ничего нового не покупать. А просто пользоваться тем, что уже было произведено. Не доставлять больше мусора в нашу окружающую систему. Тем более, что, честно говоря, я как их купила, так и положила. И наткнулась я на несколько видео. Потому что я решила... Я извиняюсь. Мне кажется, я так сумбурно говорю. Я успокоюсь скоро. Я просто выпила кофе. И мне ни с кем не говорила весь день. Давно влогов не снимала. Я решила, что я не хочу учить итальянский так же, как я учила латышский и английский. Это просто сидишь с учебником и изубришь. Я хочу выучить его, как ребенок учит язык. То есть просто попасть в такое окружение, где у тебя, в принципе, нет выбора. И ты слушаешь очень много на этом языке. И просто в мозгу все само собой откладывается, раскладывается по полочкам. И как многие слова, ты не знаешь, откуда ты их знаешь. Ты их не учил специально, но ты знаешь. Ты не знаешь, почему правильно так сказать. Ты просто говоришь правильно. Потому что это то, что у тебя уже отложилось само собой. И я решила, чтобы попасть мне в такую итальянскую атмосферу. Я, естественно, должна слушать подкасты, видео. И я также наткнулась на влоги девушек, которые учат итальянский, как иностранный язык. Живут они в Италии. Мне кажется, они обе американки. То есть они ведут влог на итальянском и печатают английские субтайтлс. Я оставлю их имена. Может быть, кому-то будет интересно. То есть в этом и есть большая разница. Это не человек, который итальянец, родился в Италии, никогда на другом языке не говорил. Это люди, которые тоже учат итальянский. Они говорят медленнее. Они говорят на такие более простые темы. И также я посмотрела два видео о том, как выучить итальянский за 7 дней. Ага. Хотя, честно говоря, мне кажется, если усердно учиться, то можно, может быть, до такого самого начального уровня и дойти за 7 дней, кстати. Но, как некоторые сказали, язык это такое дело, которое ты учишь всю жизнь. Ну и также я посмотрела видео, как выучить итальянский за месяц. Ну, конечно, за месяц можно сделать больше. Но язык за месяц выучить невозможно. Ну, если вы там какой-то действительно рожденный полиглот, которым я не являюсь. И то, что они советуют сделать всегда, это взять в интернете список тысячи самых популярных слов и просто их учить. Просто их учить, потому что не всегда будут появляться. И как бы мозг воспринимает, уже знает эти слова. И по контексту уже, в принципе, можно догадаться. Я начала выписывать эти слова, потом Серджи вернулся с работы и мне пришлось это отложить. Но что я заметила, это то, что я, в принципе, их все уже знают. То есть я уже что-то по-итальянски понимаю. Я в зале слушаю часто песни Moneskin на итальянском языке. И я уже улавливаю что-то. Я, в принципе, понимаю общий смысл песни. И мне очень нравится эта группа, особенно Дамиану. И еще мне очень нравился, особенно в школе, Тициано Ферро, итальянский певец. И у меня есть два диска его в машине. Ну, в общем, тоже, учитывая то, что Серджи все-таки итальянец. Я была в Италии и уже не знаю сколько раз. Я часто слышу его телефонные разговоры на итальянском. Я могу понять, о чем они говорят. То есть, как бы, в принципе, если бы, мне кажется, я сейчас села и сконцентрировалась, я бы могла бы продвинуться вперед достаточно много. Так что мой следующий шаг, это сейчас сделать себе дневник на итальянском. То есть, потому что я понимаю, но ничего я не могу ни писать, ни говорить. Я должна перейти этот, так сказать, эту неподъемную границу и начать писать. Естественно, я буду пользоваться переводчиком. Но вот мне кажется, что если я не начну это делать, я уже никуда не продвинусь. Также сейчас я слушаю интересный подкаст о том, как развить свою память. Поэтому если... Я уверена, что там будут какие-то упражнения, которые нам всем очень сильно могут помочь. И в конце видео, когда я дослушаю этот подкаст сегодня, я, естественно, ими поделюсь. Ну а так, планы сегодняшний день, я опять иду в парикмахерскую, иду насчет своих волос. Иду в парикмахерскую, ну зачем я же еще туда иду, блин. Все, пора заканчивать болтать. И хочу их снять на время отпуска, потому что у меня отпуск на пляже, и за это время я свои волосы... Ну, плохая идея брать нарощенные волосы на пляж, мне кажется. Ну, я и наговорила, конечно. Спасибо, если досмотрели до этого момента. В прошлом видео я получила столько много комментариев, поддержки. Огромное спасибо, потому что я даже не ожидала. Мне очень приятно, что вам нравятся мои видео, и моя подача, и мой голос, и мой цвет кожи. И действительно очень-очень приятно. И для вас я снимаю сегодняшний влог, потому что сегодня обыкновенный будний день, но я постараюсь его сделать интересным, чтобы можно было, может быть, одним глазом смотреть, а другим глазом заниматься своими делами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жарко стало, пока она пианино играла, решила переодеться. В общем, кто-то недавно был на Алиэкспресс И не смогу стоять. В общем... Ну что? Не моё, да? Не знаю, я просто привыкла быть брюнеткой, поэтому для меня очень сложно воспринимать себя с другим цветом волос. Может быть, освещение не то, сейчас. Такая скандинавская красота. Красота. Может быть, если бы брови были бы немного менее тёмными. Ну, не знаю. Не моё, скажите. Ну, как-то не то. Хотя я цвет такой хотела более холодный. В чём вообще дело в том, что я знаю, что я никогда не смогу быть блондинкой. Мои волосы просто отвалятся вместе, наверное, даже с корнем, если я когда-то решу их осветлить. У меня был светлый цвет волос. У меня было такое, можно сказать, милирование. Очень-очень сделанное нежно. Я сидела несколько часов в салоне. И так как у меня сам цвет волос мышиный, он достаточно хорошо осветляется. Так интересно. Другой человек. Так странно видеть белые волосы на себе, когда к ним не привык. Ладно, ладно. Поиграла и хватит. Не знаю, зачем это мне было. Не знаю. Может быть, одену когда-нибудь. В Латвию поеду, чтобы меня там никто не узнал. Меня там и так никто не узнает. Меня там потому что никто не знает. Да? Интересно иногда почувствовать себя другим человеком. Как говорят у нас на работе, ты знаешь, что ты уже не ребёнок. Это когда ты радуешься солнечному дню, потому что ты можешь постирать и высушить бельё на улице. Вот и я радуюсь солнечному дню, потому что я знаю, что у меня столько стирки накопилось. И сейчас я буду стирать. Точнее, стиральная машина будет стирать. Вот ещё мне бес попутал, что я купила на Алиэкспресс. Мне, честно говоря, очень понравился цвет. Ну и вообще, если по чесноку, я заплатила за эти леггинсы спортивные. Ой, уже зацепку поставила. Пять с чем-то фунтов. Это очень дёшево, потому что у нас, если хорошая качество, то, может быть, если в дешёвом магазине где-то десятка, в дорогом двадцатка. Ну, в общем, так. И несмотря на то, что они выглядят достаточно короткими, а я высокая девочка, они идеально мне подошли. И как раз очень не растягивающиеся, очень приятные кожи. Но что я не учла, это вот эта вот ёмкость для попы. То есть, эта рединочка идёт внутрь, между попья. И у вас появляются такие очень резко очерчённые формы. В общем, я смотрела на это в зеркало и смотрела. Я знаю, что это сделано специально, да. Но для меня это немного вызывающе. Такое совсем чуть-чуть вызывающе. И я не знаю, осмелюсь ли я надеть их в зал или нет. Зак, пошли домой. Эй, лесное животное, пошли домой. Пошли домой. Идем, Зак, отдохнёшь. Пошли, пошли. Ааа, ты хочешь какие-то бискетти? Я дам тебе какие-то бискетти. Пойдёмте, Зак, бискетти. Пойдёмте, пойдёмте. У нас уже 12 часов, я скоро выхожу, поэтому нет у меня времени и желания и настроения есть обед. Я просто сделаю себе такой небольшой питьевой перекус. Кефир смешаю с протеином. Идеально. Я тут сегодня утром смотрела видео Антона Эс. И вчера также читала на телеграм-канале. Там был конкретный спор о том, что женщины в Европе выглядят запущенными, не моются, не бреются, ходят в тряпье. И, значит, женщины из подсоветского пространства говорят, а мы будем как европейки. Потому что чем хуже ты выглядишь, тем больше у тебя шансов, или точнее, внешность не мешает встретить мужчину в форме, который за собой смотрит. Ну, естественно, там начались кто-то согласен, кто-то не согласен. Я могу сказать так. После 10, даже больше, 13 лет жизни в Великобритании, конечно, британки не следят за собой так искусно, как это делают те же женщины в Латвии. Потому что один из наших врачей поехал в Латвию, в Ригу. Это очень такое популярное направление для мальчишника. И он сказал, что да, стандарт красоты намного выше в Латвии. И он сказал, что это при мне, на меня все очень косо посмотрели. Но это правда. Он сказал прямо. Я могу согласиться, что действительно в Великобритании нет такого отношения к женщине, что вот ты должна хорошо говорить. Действительно нет. И мне кажется, что это хорошо. Потому что, как женщины уже сами, я думаю, поняли, мы никому ничего не должны, кроме самих себя. Вот и всё. И тот факт, что, допустим, мужчины, которые хорошо выглядят и следят за собой, встречаются с женщинами, которым, в принципе, ну, не так важен свой внешний вид, могу сказать так, что женщина в Европе достаточно сильная фигура. Она не, так сказать, подпорка мужчине. Она как бы сама прекрасно может носить штаны в доме. И мужчины не выбирают здесь женщину глазами. Ну, действительно. Может быть, какой-то яркий летний роман или там пара встреч. Но для серьёзных отношений нельзя женщине рассчитывать на внешность здесь. И женщины это знают. И мужчины, они тоже, честно говоря, выбирают по многочисленному количеству стандартов. Они... Это партнёрские отношения, скажу сразу. Ну, наверное, так будет понятнее всего нанести мысль. Партнёрские отношения. Не так, что мужчина богатая, а женщина красивая. Нет, такого здесь нет. К счастью. И поэтому женщине не нужно выпрыгивать из трусов, чтобы быть для своего мужчины самой красивой, чтобы он никуда не ушёл. Конечно, измены случаются, и красоткам изменяют. И... Не в этом дело. Я согласна с ним в том плане, что ты должна хорошо выглядеть, стараться для себя. Вот в этом я с этим согласна. А то, что красивые мужчины, ухоженные никогда не будут с женщиной, которая ниже по стандартам внешности, нет. Потому что мне встречалось достаточно много мужчин, которые прекрасно выглядят, но с низкой самооценкой. И также, если ты здесь видишь ухоженную девушку, то к ней страшно бывает подойти. Единственное, кто может подойти к такой девушке и познакомиться, это какой-то реально гопник, который сидит на тротуаре и бухает с утра до ночи, потому что ему терять нечего. А мужчина, у которого и так самооценка не самая высокая, он боится отказа, он не знает, как бы не слишком ли эта девушка крута для него. И очень часто такие мужчины выбирают комфорт. Им нужна женщина, с которой им будет хорошо, с которой они могут доверять, с которой они могут поболтать, с которой они могут вместе выпить, сходить в ад. С которой они могут доверить какие-то практические дела, которая будет искать, как подсоединить интернет к квартире. или где дешевле, у какого провайдера покупать воду и газ. То есть, знаете, партнёры. Вы не выбираете друг друга как павлина, у кого там оперения поцветнее. Нет, такого здесь нет. Это другая история. Поэтому я думаю, что очень много можно выяснить таких неравных пар или девушки, которые за собой не следят. Потому что на ней дом, на ней работа, на ней часто дети. Некогда. Вот будет какой-то, допустим, праздник, свадьба, день рождения, тогда она нарядится. А чтобы, как он сказал, мусор на каблуках выносить, такого, конечно, вы здесь не увидите. Я не знаю, что в этом плохого. По мне, всё круто. Потому что не просто так миллиардеры, которые всё всем доказали, ходят в обыкновенных футболках и джинсах. Есть же в этом что-то, правда? Решила до города сегодня доехать на автобусе. Такое приключение. Я люблю ездить на общественном транспорте, особенно если это не поезд. Вот поездов я боюсь, потому что нету водителя, у кого можно спросить, точно ли еду туда или нет. И ещё эти платформы все непонятные. Особенно, когда они не рядышком стоят, а нужно через пол вокзала пройти, чтобы попасть на свою платформу. И если высадка где-то посередине пути, а не в конце, в общем, такие вещи меня нервируют, пугают. Ну, а в автобусах всё как-то намного легче. Потому что сейчас я иду к моему автобусу, и потом заодно прогуляюсь по городу, пока дойду до своей парикмахерской. Хороший день намечается. Бас пропустил Астана. Ольга. Ольга. Поехали. Ольга. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но когда берешь кулак, у меня реально такое чувство, что у меня два раза меньше волос, чем было Может быть, они приглажены, поэтому так Но... Один месяц поносил Знаете, что еще хочу сказать? Вот я, когда у меня были нарощенные волосы, за ними очень хорошо ухаживала Я пользовалась специальными не смывающимися средствами Мыла голову, стоя под душем Спала на шелковом платке И пользовалась только затиновыми резинками Ну, абсолютно просто ухаживала как могла И мои собственные волосы сейчас на ощупь Очень приятные Очень как бы такие здоровые, блестящие, такие легкие, шелковистые Поэтому, в принципе, может быть, меня этот опыт и научил чему-то хорошему Фокус-покус Конечно, я не могла снять свои нарощенные волосы без плана Б Потому что я к ним уже привыкла И я знала, что мои волосы меня не устраивают Я об этом говорила в своем видео про наращивание Потому что моим главным, можно сказать, мотиватором в этом деле было Что я не хочу идти на такой огромный компромисс Ну, и скажем банальную вещь Проживать все лучшие годы с тремя волосинами на голове Вот Тем более, что когда я смотрю на свои старые фотографии Где у меня шикарные волосы Ну, вот примерно, наверное, такой длинный они и были Мне реально очень жалко Я надеюсь снова их отрастить Поэтому пока я их отращиваю Пока я пью витаминчики Пока я втираю в них разные экстракты Я приобрела себе вот это Вот это По идее, это такое же самое наращивание волос Но его, естественно, можно снимать Надевать Когда я сама этого захочу То есть свои волосы он не портит Ну и выглядит он, в принципе, не дурно Не дурно Я думаю, что подмены никто не заметит Только вы будете знать Что мои волосы больше не наращены Ну а я, как и обещала Прежде чем закончить это видео Хочу поделиться Сейчас камеру переставлю, наверное Да, так лучше, так больше видно Прежде чем я пойду красить свои корни Которые уже действительно должны быть прокрашены По крайней мере, неделю назад Я хочу быстро закончить это видео И поделиться тем, что я узнала От человека с такой непростой, скажем же, судьбой Джим Квик Его имя У него 2 миллиона подписчиков на Инстаграм И чем известен Джим? Это тем, что в очень-очень юном возрасте Когда он был в детском саду Он пережил травму И эта травма коснулась конкретно его головного мозга И с этих пор он выжил Но он уже не мог жить жизнью нормального человека В том плане, что его сообразительность Как быстро он понимает что-то Может передать информацию Очень сильно отличалась от других детей И в школе он постоянно замедлял весь класс И несмотря на то, что он ходил в нормальный класс Нормальную школу Но все его считали таким, знаете, отсталым Отсталым И когда дети над ним смеялись Учительница хотела его защитить И сказала, что не смейтесь над Джимом У него сломан мозг И с этих пор это стало его самоиндификацией Мальчик, у которого сломан мозг И когда это уже так засело в вашей голове И вы знаете, что для окружающих вы не что иное Как человек, у которого что-то не так Какие-то проблемы То вы уже не можете это изменить И как-то все какие-то оправдания и причины Почему я не могу сделать это Почему я не могу сделать так Уже идут конкретно из того понятия Что уже вам зомбировано в мозгу То, что вы не можете это сделать Это немного похоже на то, что я говорила этим утром Про то, что у меня не очень хорошая способность к языкам Так, Джон Квик, Б Джим, Джим Квик Меня бы, наверное, за это наругало Сказал, вот видишь, у тебя плохая способность к языкам Потому что ты себе это внушила А ты внуши себе, что ты отлично учишь и очень быстро языки И что для тебя вообще нет проблем Вы учите запомнить новые слова И ты увидишь, что твой мозг просто адаптируется То, что ты сама себе говоришь И что сама или сам себе программируешь Так что в каком-то более старшем возрасте Он начал упражнения на свой мозг На свои коллективные способности И все это дошло до того, что сейчас он Его нанимают на работу Как приглашенного специалиста В такие большие корпорации, компании Как Apple и как Google Чтобы тренировать работников Ну и какие советы он нам, значит, дает Для того, чтобы наш мозг работал лучше Честно говоря, это все такое достаточно банальное Я не думаю, честно говоря, что вы узнаете Что-то новое из того, что он сказал Это все какие-то такие уже известные Всем давным-давно истины Но, как так же говорится Повторение мать учений И может быть немного такое мнение человека Который, в принципе, из ребенка С сломанным мозгом У которого действительно была травма мозга Стал профессионалом Глубоко уважаемый в своей сфере Который сейчас тренирует людей Все-таки, наверное, такое мнение Достаточно авторитетное И не лишний раз стоит еще раз себе напомнить Итак, всего 10 пунктов Я их сейчас очень быстро прочитала Пункт номер один Это здоровые жиры То есть диета для мозга Самыми лучшими продуктами он считает Авокадо, голубику, брокколи, оливковое масло, яйца Листовые зеленые овощи Дикие сардины и лосось Куркума Да, куркума на русском Грецкие орехи И черный шоколад Естественно, он говорит, что я не нутрициолог И не диетолог И если у вас есть какие-то индивидуальные непереносимости этой еды То вам нужно это учитывать И не есть то, что вам не подходит Ну а на обратной стороне То есть то, что негативно влияет на наш мозг Это высоко переработанная еда И еда с большим содержанием сахара Следующий пункт, второй Это сила мыслей Это как мы себя настраиваем Позитивный настрой и оптимизм Это дает очень, оказывается, такую тоже большую силу мозга Как мы сами себя программируем О чем я только что говорила Третье Это упражнение и сила движения Также он сказал, что очень много исследований было сделано В доказательство того, что мы лучше запоминаем информацию Когда мы ритмично двигаемся То есть если, вот как он сказал Если мы слушаем этот подкаст и в то же время идем То есть походка И мысли сконцентрированы на получении новой информации То мы эту информацию лучше запоминаем И мы лучше усваиваем Также четвертое Кстати, интересный факт Он сказал, что вот мы все записываем Поэтому мы все забываем Потому что наш мозг уже даже не утруждается Ничего запоминать Потому что мы это все записали И, конечно, это не очень Не очень умно для нашей памяти так делать Но, тем не менее, я решила, что я обязательно что-то забуду Или это видео получится слишком длинным Если я сейчас буду сидеть и вспоминать, что он еще сказал А так такая концентрация информации Итак, номер четыре Это бады Ну, то есть какие-то пищевые недобавки Ну, типа витамины и минералы для мозга Он говорил о витамине D Омега-фри Ну и другие витамины, которые также помогают мозгу Он, конечно, сказал, что если вы должны принимать витамины То пусть это будут витамины хорошего качества Ну, а лучше, конечно, если эти витамины приходят из продуктов питания Пятый пункт Это чистая окружающая среда и качество воздуха Конечно, большая разница У нее, кажется, не только для мозга Да вообще для всего организма Это жить где-нибудь на природе Или жить в мегаполисе Ну, тут уже даже... Ну, что ты еще скажешь? Это и так понятно Шестой пункт Который мне не очень нравится Это сон без телефона То есть полчаса до сна и полчаса после сна Телефон употреблять не рекомендуется Пользоваться телефоном или чем угодно с экраном И что касается сна Это качество, а не количество И я знаю, лично у меня такая проблема Потому что иногда бывает Я сплю в своих часах И отслеживаю свой сон Что легкий сон у меня очень длинный А глубокий сон И REM Это как-то быстрое вращение Зрачками, глазными яблоками Очень-очень маленькие Это как раз самые главные две составляющие сна Не легкий сон, а быстрый и глубокий Потому что один восстанавливает ваше тело Второй восстанавливает ваш мозг Да, нужно будет, кстати, еще что-нибудь прочитать про это Номер семь Это защищает свой мозг от травм То есть если вы поехали на велосипеде То одевайте шлем и каску Ну вот в таком плане Восьмое Это постоянные упражнения Потому что такие отговорки Это ой, я слишком старый, чтобы это выучить Или какие еще могут быть отговорки Не знаю Мозг постоянно нужно тренировать Так же, как мы тренируем тело И если мы его не тренируем, то мы видим результат Так же самое работает и мозг То есть постоянно нужно делать какие-то упражнения Или учить что-то новое Или читать Он очень-очень много сказал про чтение Что мы читаем так, как мы научились читать, когда нам было лет шесть Но существуют очень такие техники, которые могут ваше чтение ускорить И чтение это просто какой-то абсолютно нереальный, волшебный инструмент, который мы должны использовать Потому что вы просто можете какую-то мудрость поколений за день, за два дня из этой книги вычитать Но я, конечно, слушала, слушала Мне кажется, что для меня чтение это больше какое-то удовольствие Время провождения Я читаю, чтобы расслабиться И я читаю в своем собственном темпе, как мне нравится Если я буду читать быстрее, пробегать через страницу Мне кажется, что я уже не буду настолько наслаждаться этим чтением Знаете, я думаю, он больше имеет в виду какую-то, скорее всего, научную литературу Да, девятое это Как вы Манедж Как вы В общем, как вы справляетесь со стрессом Чтобы Знать либо какие-то техники дыхания Либо что вам лично помогает Либо вообще не брать ничего Слишком близко к сердцу В общем, стресс тоже влияет на когнитивные способности Кто бы мог подумать Ну и десятое Я не знаю, что такого в этом десятом Что может улучшить наш мозг и нашу память Ну, в общем, этот профессионал Джим говорит нам, что Организованное пространство То есть это какие-то рутины, наверное, которые нам помогают Стал за правил кровать Или чтобы наше рабочее место было чистым, аккуратным Без всяких лишних предметов Нужно его протирать, чтобы чисто было Ну, наверное, это помогает также мотивации Когда вы видите все чистое, красивое, организованное вокруг себя То это переносится и на внутренний мир Но вот и все Вот все десять пунктов Я не знаю, для вас было ли что-то сюрпризом Я, честно говоря, ожидала большего Кстати, вот интересный факт, который он сказал И также я об этом слышала где-то раньше Что чтобы загрузить свой мозг так, чтобы он немножко по-другому работал И приносил нам больше удовольствия и радости Нужно делать привычные вещи противоположной рукой То есть если вы правша, делайте левой рукой Если вы левша, делайте правой рукой Например, чистите зубы Или там выгружаете белье из стиральной машины Знаете, вот то, что я делаю каждый день В общем, попробуйте поменять местами Ну и если ничего в голову не приходит То попробуйте просто, не знаю, написать что-то Или порисовать И делайте это регулярно И обещают нам просто какие-то суперрезультаты Ну, давайте попробуем потом потелимся нашими результатами Я уже быстрее побегу красить волосы Спасибо большое, что посмотрели мой влог Если, кстати, скажите, если интересно мнение, отзыв о наращенных волосах Потому что они у меня были целый месяц И вот сейчас я их сняла Если интересно какие-то подводные камни Или что я думаю То я могу снять такое видео тоже На этом буду обращаться Большое спасибо за просмотр И увидимся в следующем влоге Всем пока!